всем привет с вами юля сегодня 30 января 2022 года и сегодня я хочу подвести итоги за месяц январь хотела снимать также рукодельную неделю за прошедшую неделю даже сделала несколько включений но так увлеклась процессом моим текущим что я не доснимала ее поэтому я решила уже как бы не повторяться и сниму все сразу в итоге за месяц итоги за месяц я хочу продолжать снимать потому что очень потом удобно смотреть все процессы за год я их собираю отдельно в плейлист у меня за каждый год вот такие вот отчетные видео итоги за месяц я снимаю и можно зайти посмотреть все все процессы информацию какую-то что завершается что начинается в общем там можно все найти и так январь месяц январь месяц у меня начался очень активно очень продуктивно он у меня проходил у меня в этом месяце два финиша таких хороших классных и процесс я сейчас веду тоже очень интересный но во всем по порядку итак первый финиш этого года это раритетный набор фирмы dimensions ангел элегантности вот показываю вам упаковку да в сумочке был этот набор вот такой красивый ангел размера боты 35 на 40 сантиметров на 18 аиде белого цвета в данном сюжете использовались также бусины бисер что по техникам но бэкстич это понятно кординг коучинг выкладная нить бэкстич я уже сказала и французские узелки вот давайте посмотрим еще раз эту работу с близкого расстояния я вам покажу я конечно же все показывала вам уже есть у меня видео подробное о финише о процессе но сегодня уже я так еще раз скажем немножечко вам покажу мы ее посмотрим по рассматриваем какие-то детали потому что всегда интересно посмотреть по рассматривать детали процесс был легкий кстати вот мне пишут часто что там может сложный был какой-то процесс вот кажется шубка платье нет здесь все крест пол креста очень очень мало ну бэкстич понятно он всегда у dimensions присутствует но он здесь не какой-то такой очень утомительный как примеру зимней радости я вышивала меня бэкстич там столько месяцев мучил здесь он очень простой этот бэкстич по контуру вышивается очень очень все легко и просто вот и получается очень эффектно конечно шубка мне очень нравится такие приятные приятные здесь зеленые цвета я с удовольствием ими вышивала все тоже крестик ну вот единственно что здесь меня напрягало это вот эти снежинки потому что нужно было высчитывать во первых вот это вот все на пустом поле до расстояния от каждой снежинки и во-вторых нужно было закрепляться тоже практически на пустом месте ну хорошо что это аида если бы это была равномерка то закрепляться и не знаю как и вот эти вот французские узелки они бы тоже туда проваливались так хоть 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 есть было за что зацепиться за какие-то ниточки вот снежинки вышивали с блендом мулине плюс кренник вот этот радужный очень мне нравится инструмент как он проработан и как все получилось такой очень изящный инструмент струны вот этот бантик здорово крылышки просто вышивались там полукрест в основном личка получилась достаточно симпатичная вот такая вот красавица вот здесь у нас такое убранство вот второе крыло вот такой стараюсь максимально показывать вам как бы поближе до с разных ракурсов чтобы вы посмотрели что как смотрится как вот какие-то может быть детали переливаются вот эти вот кординг вот этот был очень прикольный как его нужно было крутить вот эти такие скручивать ниточки здесь четыре цвета скручивались четыре цвета мулине скручивалась эта ниточка потом все это пришивалась мне нравится как получилось прикольно очень даже очень даже все симпатично все гармонично лэйзи-дэйзи металлика металлик здесь очень классный с ним было работать приятно по юбке вот здесь бусины золотые и украшение юбки вот такой вот бленд золотой нитки с металликом и вот здесь у нас бэкстич зеленая ниточкой плюс красным французские узелки получается все очень очень элегантно тонко гармонично продумано но классно вот такая вот у меня получилась красавица вот так вам еще раз я покажу шикарная работа рекомендую если вы еще найдете бывает встречаются на каких-то сайтах ebay вот там вот еще встречается если вам попадается конечно берите она очень 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 классная и вот эта девушка этот ангел она как бы открыла прям целую эпоху для меня в новой теме ангелов я вам чуть-чуть попозже все расскажу что да как в общем финиш номер один классный финиш очень интересный процесс приятный всем всем довольна им даже и сказать больше нечего идем дальше второй финиш этого месяца тоже такой знаете знаменательный этот финиш это золотое руно на охоте дизайнер буйновская людмила здесь у нас размер 33 и 2 на 24 и 2 сантиметра 26 цветов ниточек модера но я мерила мне работать чуть-чуть подсела и что еще здесь а и я ошиблась я сказал что здесь 18 кауте не знаю почему то я может быть неправильно где-то себе записала и вот так вот у меня знаете отложилась она в памяти я в 18 18 каун говорю нет здесь 16 каунт меня поправила оля написала мне что юль вроде бы 16 у нее такой набор есть да действительно 16 и кстати вот девочки у меня спрашивали где можно купить этот набор продается ли что да как знаете этот набор мне подарили много лет назад я его начала в 2017 году он у меня так долго вышивался потому что процессов много по чуть-чуть высшую отложу работу вот так вот я не знаю продается он сейчас или нет но знаю что золотое руно по заказу собирает наборы которые сняты с производства даже если набор снят с производства вы можете обратиться на сайт официальной золотое руно и заказать любой набор вот такая обложка у меня сохранилась показываю вам и показываю сразу об воля готовый результат да вот в этом году я собралась силами и сказала что некоторые процессы которые вот долго долго у меня уже тянутся из года в год я должна собраться силами и их дошить и вы знаете как только я вот себе поставила эту программу этот план эту вышивку я завершила за 10 дней у меня была выше то половина может быть чуть чуть больше половины да вот вот так было выше то может где-то здесь я чуть-чуть повышевал побольше но половина была работы и я взялась настроилась и знаете за 10 дней и вышла сама себе не верю я думала буду вышивать ее намного дольше но вот видите все получилось все свершилось работа великолепная классная и знаете я повесила так на вешалочке пока еще не убирала в рулон она мне висит в комнате и пришел мой собака бор значит он сидел сидел ядом со мной потом поворачивает голову на эту картинку и его знаете вот он замер долго на нее смотрел так голова шея вытянулась и глаза огромные он не мог понять что это живое не живое вот долго очень рассматривала эту собачку мужа очень понравилось мне тоже конечно же и очень очень понравился результат отличнейшая проработка здесь у нас только крест никаких дополнительных стежков и вот видите какой фон красивый как все хорошо проработано и и птичка и собачка все очень классно вот так покажу вам стараюсь вот так вот близко сильно не показываю потому что вот в таких работах где только крест близко рассматривать нечего нет каких-то деталей там крестики рассматривать но крестики как крестики вот так вот ночью так поближе покажу вот так можете оценить посмотреть фон вышивается так приятно так и мне понравился этот фон классный вот такая вот классная работа получилась вот это мои два финиша за этот месяц январь и я их себе также зарегистрировала в своем зарегистрировал своем списке с моими процессами я их правила инвентаризацию на первое число 22 года у меня вот 23 процесса я 2 завершила осталось у меня 21 ну и я сейчас покажу вам мой основной процесс над которым я работаю ну вот уже 10 дней до я работаю и я думаю что за десять дней я хорошо продвинулась ну что идемте смотреть и мой текущий процесс на сегодня это ангел мира лавандер энд лэйс вот такая красивая девушка ангел здесь потрясающая у нас и юбка плащ вообще одежды украшенные золотом бисером красивое очень лицо очень реалистично передана земля ну в общем такой шикарный дизайн влюбилась в нее и вот сейчас взявшись за вышивку настолько я увлеклась что даже не сняла рукодельную неделю начала сняла а потом включение как-то и перестала делать потому что вот меня настолько увлек процесс вот эти крестики крестики еще чуть-чуть и я вот все просто забылась вот и перед вами сейчас то что у меня получилось за 10 дней моей работы я конечно очень хорошо потрудилась я молодец и я с собой очень очень довольна вообще январь у меня получился шикарным месяцем очень продуктивным я вставлю фотографию чтобы было видно с какого этапа я приступила к этой работе ну и на контраст вам хорошо видно что у меня было вышито всего лишь начало вот вот этого зеленого плаща такой кусочек тоже казалось что большой такой часто для начала вышит но вот сейчас когда работа прибавляется видно в сравнении что это был совсем маленький кусочек дизайна вышит и вот сейчас потихоньку работа начинает открываться во всей своей красе потихонечку до прибавляется какие-то еще элементы и это конечно волшебство вышиваю участками беру какой-то участок и потихоньку над ним работаю потому что здесь как-то цвета пока идут скомпонованы между собой и вот я беру вот эти на этот участок работаю с этими цветами потом там зеленый красный вышивая лента вот сейчас вот синяя здесь тоже не лента наверное какой-то кружево что-то вот здесь такое ну вот здесь вообще очень было сложно и заколдованное место давайте я вам наверно сделаю увеличение ну вот так я думаю что максимально максимально четко вам будет видно конечно хотелось бы чтобы как-то передавался блеск ну это уже будет сложно сейчас сделать значит начала я вышивать вот с этого участка и даже не знаю что это по юбке идут как какое-то вкрапление какое-то украшение на юбке бант не бант пока странно смотрится здесь вышивается металликом тремя цветами и есть пропуски под бисер то есть вот эти все пропуски они должны заполниться еще бисером и бусинами и вы знаете я вот вышивая оставляют эти пропуски я так понимаю что мне скорее всего моего бисера и бусин то не хватит там-то его всего так мало здесь столько много пропусков и это всего лишь начало а еще нужно будет все это расшивать всю юбку бисером и бусинами ну в общем у меня подозрение что мне не хватит и мне нужно будет докупать но как говорится будем посмотреть да кстати вот эта белая юбка здесь тоже будет у нас бисер бусины и будет бэкстич металликом вот такие вот здесь как сеточка будет наноситься и в пересечениях этой сеточки будут пришиваться бисеринки и бусинки будет конечно очень это все очень нежно красиво феерично но вот этот участок вообще он такой какой-то волшебный здесь только металлика плюс еще будет бисер пришиваться вышивался почему-то очень долго хотя вот казалось бы что здесь вышивать но тем не менее сплетение вот этих вот всех цветов как-то замедляли процесс что ли вот здесь тоже очень много цветов участвовала в этом участке там сколько их там пять или шесть этих оттенков тоже я потихонечку это все вышивала наращивала ну так вот я вышивала каждый фрагмент беру вот синий потом опять зеленый опять синий там красный бат бат мне очень понравился я его с таким удовольствием вышила он не сложно вышивался конечно но и очень очень классно так давайте я немножечко еще переставлю камеру покажу вам еще какие-то участки станок большой и конечно не очень это удобно все это двигать чтобы перемещать и камеру чтобы было хорошее освещение лампочка да поэтому приходится как-то вот так вот подстраиваться вот ну и сейчас я уже здесь дошиваю плащ который вот такой вот нежно сиреневого оттенка зелено-малахитовая юбка у меня вышивается ну и конечно же вот много много металлика здесь опять же будет бисер в пропусках везде все это очень сверкает блестит феерично конечно потрясающая разработка я настолько влюблена и вот вы знаете несмотря на то что я обычно очень часто меняю процессы и вот вы знаете я же много процессница у меня много очень и начатых работ процессов до начатых и вот хорошее начало этого года с финиша мне помогло наверное дало какой-то толчок в такое вдохновение работать над одной вышивкой братья и вышивать вот от этого дизайна я сейчас но никак не хочу отрываться мне хочется продолжать и продолжать вышивать идти до победы ну и заглядывая немножко в будущее вперед я хочу поставить себе такой план до конца месяца февраля завершить эту работу если будет все идти гладко в жизни да то 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 это все возможно единственное что я побаиваю что мне не хватит все-таки бисера до бисера мне может не хватить но кто вы знает может быть это вначале здесь так много пропусков а потом будет все как бы и меньше его посмотрим не хватит так не хватит будем потом докупать и ждать ничего страшного я же все равно сразу оформлять не буду в общем вот так я вам немножечко поводила немножечко как смогла показала поближе крестики да сколько здесь металлика какие красивые переходы металлик где используются в окантовке каких-то вот таких участков он тоже меняется по цветам их три оттенка желтых у меня и они вот здесь тоже как-то меняются здесь пропуске будет металлик пока еще его не вышивала в общем процесс такой потрясающий я вот не знаю как как вам еще его показать расхвалить я конечно не могу оторваться это что-то невероятное и так вот такие у меня получились итоги за январь месяц два финиша очень хорошее продвижение по основному процессу и кстати я посмотрела по схеме и посмотрела на картинку но я думаю что примерно может быть одну третью я вышла может быть чуть чуть меньше одной третий но приближаюсь наверное к одной трети работы также буду продолжать вышивать планирую снимать рукодельные недели до буду стараться и конечно же феврале месяце мне хотелось бы завершить моего ангела потому что я хочу повышевать и другие работы у меня сейчас запал у меня много идей и вдохновение я прям не знаю что мне делать за что первое хвататься но решила не хвататься ни за что другое а вышивать только моего ангела мира вот такие у меня новости итоги желаю вам хорошее настроение шустрой иголочки и до новых встреч всем пока пока